Завтра, 8 июня, часть города останется без холодной воды. Ее отключат в 6 утра. В домах Кировчана она появится лишь 9 июня. Как рассказали в администрации города, отключение водоснабжения связано с ремонтом водопроводной камеры на улице Преображенской, 23. Холодной воды не будет в домах на улицах Преображенской, Свободы, Пятницкой, а также по другим адресам. С полным списком можно ознакомиться на сайте администрации города. О других событиях города и области расскажем в коротком видеообзоре. На благоустройство Кочуровского парка выделят более 50 миллионов рублей. Об этом сегодня рассказал Игорь Васильев в ходе осмотра объектов, которые будут благоустроены в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды». Как отметил глава региона, уже в этом году в Кочуровском парке появятся велосипедные и пешеходные дорожки, а также площадки для отдыха и выгула собак. Ожидается, что работы по благоустройству будут завершены к середине сентября. Большая часть средств, а это почти 46 миллионов рублей, будет выделена из федерального бюджета. Сегодня Верховный суд вынес окончательный приговор лидеру преступного сообщества Михаилу Прокопьеву. Он получил пожизненный срок. Напомню, судебная коллегия по уголовным делам пересматривала дело Прокопа, в результате чего суд снизил наказание по некоторым статьям. Но это в итоге не повлияло на окончательный срок заключения. Кировские леса будут снимать из космоса. Об этом рассказали в региональном правительстве. Такая процедура пройдет сразу в трех районах области – в Малмышском, Санчурском и Кикнурском лесничествах. Цель мероприятия – это мониторинг деятельности в лесах, а также, цитата, «получение оперативной и независимой информации об объемах, местах и иных параметрах лесопользования». В дальнейшем эти результаты, как рассказали в правительстве, помогут специалистам из Министерства лесного хозяйства контролировать лесную ситуацию и выявлять нарушения законодательства.